Продолжение следует... Поэтому мы арендовали машины и всю темную итальянскую ночь поднимались по крутому горному серпантину, чтобы утром увидеть это. Это не город, не поселок, не деревня. Скорее, это можно назвать воплощенной фантазией совершенно удивительного человека. Это Нина Гуэра. По его воле здесь ангел с усами кормит чучело-птица. Одинокие Мадонны ждут новых восстановленных церквей. Ползают каменные улитки. Здесь время определяют по солнечным часам, а в саду забытых фруктов можно отведать плоды деревьев, которые жили еще тысячу лет назад. Здесь всюду, на каждом столбе и на каждой стене поэзия. Это место называется Пенобилли. Красиво, правда? Но скорее его можно назвать Тера Гуэра. Ну пожалуйста, не закрывайте лицо. А это жена Танина Гуэра, Лора Гуэра, в прошлой эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Толя, правда. Вот когда вы говорите, это же не каприз, когда вы говорите, стань здесь, сделай так. Когда я рассказываю эту Нину, я сновь проживаю все это. Понимаете? Очень честно. Без кривляний. Без позы. Понимаете? За свою жизнь Танина Гуэра написал больше ста сценариев. Это просто невероятно. Даже несмотря на то, что он прожил 92 года, это по два сценария в год. Но время будто делало ему одолжение. Оно растягивалось, чтобы Танина успевала еще брать в руки кисть, мастерить мебель, писать стихи. И все это Лора собрала здесь, в помещении бывшей заброшенной церкви, а ныне ассоциации Танины Гуэра в Пенобеле, которая стала практически музеем Танина. Лора, а как Танина сам ко всем этим своим увлечениям относился? Он не очень серьезно относился ни к своей живописи, ни к своему мозаикам, ни к мебели, которую он делал. Он всегда говорил, это мои цветные мысли, я отдыхаю, говорил Танина. Вот здесь все есть. Здесь есть и друзья. Например, мы видим, смотрите, это сны Федерико Феллини. Видите? Да. А ты отдельно историю я должна вам рассказать про сны. Потому что, когда мы жили в Риме, а мы прожили с Тунину, он 35 лет, а я 11 лет с ним в Риме, каждое утро, в 6 утра, звонил Федерико. И рассказывал ему свои сны. Я лежала рядом. Представляете, какое для меня это было счастье, слышать ответы и все это сам, рассказы снов Феллини. Потрясающе. Я не жила в реальности. А что за подпись вот на этой фотографии, Лора? Я тебя люблю и сейчас. Я вам расскажу, почему я поставила там эту фразу. Это были последние дни. Тониночки, я причитала над ним, причитала, Тунину, я тебя любила всю жизнь, всю жизнь, даже когда, когда тебя не знал. И не знала, что он слышал меня или нет, пока он не открыл глаза, вот так посмотрел на меня, лукаво весьма, и сказал, «Ти аму Анкиадесу», а я тебя и теперь люблю. Лора, а если бы историю вашей жизни с Тонино нужно было бы озаглавить, ну как книгу, например, как бы вы ее назвали? А было ли это? А как вы встретились, Лора? Это произошло так. Умер мой первый муж, Александр Яблочкин, который был директором, продюсером, замечательным, на масс-фильме, светлый человек, невероятно. Умер в одночасье, идя на работу с остановкой сердца. Это была такая для меня, я не хочу сказать трагедия, но остановка жизни. И в один прекрасный день мне звонят и говорят, «Лор, вот сегодня ты должна прийти. Обязательно». А почему? Приехал же Антониони со своим сценаристом. Когда ты еще увидишь Антониони? Я посидела-посидела над своей грустью, потом подумала, когда я еще увижу Антониони? Ну правда. Я все-таки работала в кино. Да? В кино, на масс-фильме. На масс-фильме? Я же была редактором. А вы профессиональный филолог, да? Да, конечно, я закончила университет, филологический факультет. Московский? Конечно. Кстати, приехавший с Танина, тогда у него была невеста-продюсер. У Танина? Да. Ну, он же давно не жил со своей первой семьей. И иногда менял своих невест. Но в тот вечер, для меня исторически, невесты не было. Он поссорился с ней. Видите, как линия судьбы ведет? Он с ней поссорился. И пришел один, без невесты. Он был очень весел. Волосы у него были черные, как смуль. Он был оливкового цвета и с очень пронзительным взглядом, который тебя прожигал. Очень красивые длинные руки, которые жестикулировали, как у всех итальянцев. Пластичен, необыкновенно. И увидел грустную барышню, у которой была очень тонкая талия и очень большие глаза. Танина подошел ко мне через переводчика. Спросил меня, вы были в Италии? Я в 75-м году скромно сказала, нет, еще не была. Сказала я, надо приехать. Как так? В Италию нужно приезжать. Вы же знаете, что все приезжают. Да, конечно, обязательно приеду, сказала я. Кто-то ему посоветовал, когда они уже уехали, выслать мне приглашение. И вот я получаю через 20 дней или через месяц приглашение Яблочкиной Элеонори от Гуэра Антонио приехать, как своей невесте, на месяц в Италию. Ничего себе. Я прячу это приглашение в испуге, в дрожи, внутренней, куда-нибудь подальше, в ящик, чтобы его никто не видел и никогда про это не узнал. А через полгода поехал наш друг Полонский, режиссер, в Италию своим спортивным фильмом. И он занес мое письмо, написанное по-русски. Извините, я не могу приехать, да? Нет, я написала большое спасибо вам за то, что... Но приезжайте к нам, написала я дипломатично. Ну, вот так. А он никогда вам не рассказывал, ну, потом, что он вас такого увидел? Чем вы его зацепили? Он мне сказал, между слов, когда-то, если, Лора, у тебя бы не было извиняющейся улыбки и чуть сутулой спины, и если бы ты носила обтягивающий попу джинсы, я бы не решился тебе сделать предложение. Вот так вот. Интересно. Два вопроса. А как вы общались, когда вы... С переводчиком. ...оставались наедине? С переводчиком. Наедине? Правда, он спрашивал. То есть вы не оставались наедине? Почти нет. Вы не целовались? Ну, а как же. С переводчиком? Нет. Значит, вас все-таки оставляли наедине? Я не думала, потому что была слежка за нами. Слежка? Постоянная, конечно. Меня тут же перевели в «Массфильме» с редактора в архив работать. И понизили степень. Но он же был итальянским коммунистом. А если бы он был просто капиталистом? И тогда бы меня выгнали, если бы это было... Если бы это был кто-то другой, да? Значит, вот это был мой первый вопрос. А второй? А когда вы поняли, что вы любите? Ой, да что же вы, какие вопросы? А я вам задам. Когда вы понимаете, что вы любите женщину? Ну, это без текста понятно. На самом деле. Конечно. Но у мужчин это по-другому. Правда? Да. Мне казалось, что я любила Танина всю свою жизнь. Даже когда я его не знала. Понимаете, я человек ведомый. Ведомый? Ведомый. Не тот, кто ведет. Это не значит, что у меня нет своего характера, лишь чего-то еще. Но мне нужен рядом мужчина сильный, которому я бы восхищалась. Понимаете? Понимаю. Но про любовь мы еще поговорим, Лор. Сейчас покажите нам... У нас же фильм про любовь. Да? Да. Я не знал. И тут настало время. Открылись двери музея, подсводы средневековой постройки, которые восстановили из руин собственными усилиями. И безо всякой помощи Танина и Лора, превратив в настоящий музей, вошли толпы жадных до впечатления молодых и не очень туристов. Они разглядывали яркие полотна и мозаики, фотографии, афиши на стенах. Всю жизнь Танина. И хотелось думать, что сердца их наполнятся почтением и нежностью к этому необычайному человеку. А мы спустились с горы к реке Мореке, где Танина создал еще один уголок своей Терра Гуэра. Придумал поставить скворечники на длинных шестах и сделал еще лабиринт. И получилось такое необычное место, где люди встречаются с фантазией художника. Здесь, кстати, Танина и Лора праздновали свою последнюю годовщину свадьбы. А какая была первая свадьба, Лора? Расскажите. Поскольку у меня уже это был не первый брак. Второй? Ну, скажем так. О первом мужу художнике не будем рассказывать. Вот. Было масса препятствий, потому что не хотели регистрировать. Танина сказали, что нету мест, его не пускали, нету мест в гостинице в этот период. Придирались к буквам Гуэра-Гуэра, где написано так, а где не так. В общем, короче говоря, с большими трудностями все-таки удалось назначить день, это было 13 сентября. Но все как положено. Тетя с лентой, Владимир Ильич Ленин. А так, стоял быстреньем, покажу фотографию. И вышла дама в повязке, и указкой начала говорить, где подписываться. Начался гомерический хохот Антониони. Для него это было совершенно нереальное. Ситуация вот этой, вот этого брака по-советски, это было совершенно непонятно для них. Ни эта буказка, ни эта дама, ни этот, вообще все. Танина, вот так, усы. Он тихо, прекратите, прекратят сейчас все. Нас выведут отсюда, прекратите. Подумать, что мы над ними смеемся. А Антониони падал к нему на плечо, и все, весь дрожал от хохота. Ну, в общем, вот так вот, значит, нас расписали. И тогда все женщины, некоторые из них, которые были, и мои подруги, они не сдерживали слез. Когда Танина сказал, я женюсь на Лоре, чтобы мы вместе слушали шум дождя, чтобы видели вместе, как падает снег, сказал он. И мы это делали вместе во всю нашу оставшуюся жизнь. Но это были не поэтические образы. Это было так, каждый день именно так. Вы счастливая женщина. Да? А я это и не скрываю. А Танина к советской власти как относился? С юмором? Да я бы не сказала, что с юмором. Я думаю, что он относился не к советской власти. Он любил друзей. Он любил Москву. Он любил еще с юности поэзию русскую. Но коммунистов он не любил. Как вам сказать? Ну, чего-то он же не любил. Чего-то боялся. Он говорил так. Да, у вас нет свободы. И это ясно. Но нигде, как в России, я не встречала таких одаренных и поэтичных людей, как здесь. И хотите, расскажу о нашем путешествии с Антонионией, с Танино в Узбекистан? Да. Танино и Антониони написали сказку, замечательную, которая называлась «Аквилония». Аквилония – это бумажный змей. И действие происходило в Азии. Они должны ехать в экспедицию. Танино приходит к такому. Аквилония – это бумажный змей. И меня отпустили. Как можно после этого не отпустить? Вот так и было. Все-таки хороший Ерманов мужик. Вот так вот, видите? И там был тоже замечательный эпизод, который рассказывает Танино. Прости меня, Таниночка. Я испорчу твой рассказ, как все остальное, что я тебе портила в жизни. Но я должна... Я должна пересказать. Танино, она прекрасно все делает. Прекрасно, не верьте ей. Он сказал, она старается. Мы поехали в Фергану, чтобы там, ну, на выбор натуры, Рафик. А тогда они очень увлекались. Полирой тогда был вот этот фотоаппарат, из которого все вылезало. И вот, значит, мы едем, и вдруг видим троих очень пожилых узбеков, которые идут в своих калатах, чапан, значит, все это повязано, идут пешком. Останавливаем Рафик и говорим, «Подвезем вас, садитесь, пожалуйста». Они соглашаются, садятся. Все молча смотрят друг на друга. Я помню, этот немой разговор глазами. Потом старик самый вот так показывает, что им надо здесь сойти. Они выходят. Антонио не сходит с ними и делает снимок с полироида. Он вылезает, он дает, значит, ему, этот смотрит, старик, передает другому, передает третьему, возвращает ему обратно. «Да нет, я вам дарю», — говорит Антонио. Это так на него смотрит и говорит. «Зачем останавливать время?» Потрясающе. И тут я вижу, как Антонио не бледнеет. Он всю жизнь хочет остановить время своими образами и всей деятельностью. И вдруг он слышит от этого старика узбекского. То, что превращает в ничто. Ничто. Всю их работу, всю их желание. Лор, а вы вот, Станино, такие яркие, эмоциональные люди, вы долго смогли прожить, не ссорясь? А, у нас была первая ссора Станино. Почему? Значит, почему была первая ссора? Потому что пустившись... Это оса. Это оса. У вас она на плече. Спустившись в... Вот Танино мне сделал замечание. Какое? Потому что, когда он меня любит, у меня 24-го в декабре, когда было холодно, закрыты все окна, все вот так же тоже что-то помешало, как сейчас оса. В волосах я вот так сделала. Из моих волос вылетела бабочка при закрытых окнах в декабре. Да ладно. Да так не бывает. Так, с Танино бывает. И я ему сказала спасибо, Танин. Декабря? И сказала ему спасибо, Танин. Такой подарок он взял. А сейчас он меня кусает, хватит, мол, баста, Лора, баста. Вот так. Лор, ну вот я рассматривал фотографии из вашего семейного альбома, где вы вдвоем с Танино гуляете и так далее. И вы там исполнены такого счастья, такого покоя и такой любви, что совершенно не верится, что вы ссорились. Мы с ним ругались очень сильно и громко. Так что некоторые пугались даже, когда мы... А начала я громко ругаться с ним, вот почему. Его друг мне сказал, если ты не будешь отвечать, он перестанет тебя замечать. О, какой мудрый мужчина. Должна научиться ругаться. Как это интересно. Потому что я уходила в дальнюю комнату плакать, когда я обижалась. Танино прибегал, открывал рывком дверь, только ногой, открывал дверь, и говорил, баста, он какой-то Достоевский. Баста, он от ученто. Говорю, он от ученто 18 век. Баста, говорил он, прожили, поругались, иди дальше. Учил. От, 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 от нашей... Отсвобождаться от нашей рефлексии, которая нам свойственна, российским людям. А он не плакал никогда? Это невозможно. Особенно для романьольца. Нет? Это невозможно. У него есть стихи про своего отца, когда он говорит, что мой отец никогда меня не поцеловал и не погладил в жизни. Лор, а стихи он начал писать в молодости, в немецком лагере, в 44-м году, да? Это отдельная история, потрясающая. Он был самый молодой в плену. Приходили, когда люди уже уставшие, падали с работы в этих бараках, они ему говорили, Тони, расскажи что-нибудь. И он начинал им вслух читать стихи. Читать. Читать стихи свои. Он выдумывал первые стихи в рифму по этому, чтобы запоминать. И он начинал ему рассказывать о городе, о том, о сем, о персонажах, но в стихах. И однажды перевернулся грузовик, который вез баланду. И это было на Натали, то есть на Рождество итальянское. Им вообще ничего не дали, даже вот эту баланду, которую им давали. И кто-то из людей, которые были в плену, попросил, Тонин, сегодня расскажи нам тольятелли. Тольятелли – это вот лапша, которую мы ели. Ну да. Да, вкусно. Тонин испугался, он уже 20 лет ему. Испугался, что он не помнит, как готовить тольятелли. Потом у него мозгов всплыл комод мамин на кухне, как мам рассыпала муку. И он начал говорить, так, сколько нас? Нас 24. Так, надо 12 яиц. Так, разбиваю яйца. Вот я муку разложил. И начал делать тольятелли, пантамимы. Я, говорит, таких слушателей никогда больше в жизни не видел. Ни на одной лекции, ни на одном выступлении. Кипела вода. Он готовил соус, замешал тесто. Так, я сейчас раскатаю. Так, сейчас я раскатываю. Вот резать надо, вы же знаете, я режу неровно, чтобы они не разварились. Так, 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 так. Порезал. Порезал, бросил. Вот так поднял это все разрезанное тесто, бросил. Воду вынул оттуда. стал раскладывать приготовленное по тарелкам и раздавать. Тесто пармиджана посыпь. И стал раздавать всех. Он говорит, потом я сел совершенно обессиленный, как после работы. Невероятно. Как вдруг слышу. Добавки можно? Вот такой рассказ пленал. А скажите, а почему он все-таки от вокзала до дома шел целый день? Расскажу. Все думали, что он уже погиб. Он не хотел свалиться наголу родителям. Он хотел как-то предупредить. Встретил человека, который шел, говорит, как там, в Уэрже живут. Да все живы, все хорошо. Можешь сказать, что сейчас бой с пленными приехал уже в Чезену. Но там, по-моему, есть кто-то по фамилии Гуэр. И так продолжалось целый день. Он посылал посланников, чтобы они говорили. Какая широкая, огромная душа. Вы видите? Он и вас туда погрузил, освободил вам уголок и сказал, ну ладно, живи здесь, я тебя буду любить. Сколько подарил? Вы даже себе не представляете. И вот он подходит уже с толпой к дому, мама плачет, все это так и было. Он видит отца. который на крыльце курит сигару, а не в шляпах, в жилетках, сигару курит. Смотрит на сына и говорит, ты ел? Потрясающе. Единственное, что он спросил его, ты ел? Да ел, конечно, все в порядке, конечно, ел все. и он видит, что отец спускается по лестнице и идет. Он его спрашивает, куда вы? Куда вы? У меня много дел, ты же знаешь. И тот видит, сын, что он уйдет в переулок, который тупик. Он поворачивает, идет в тупик. Он делает вид, что он куда-то идет, а там нету дальше дороги. Все вошли в эту комнату, все поздравляют, Танин рассказывает, как он добрался, все. Вдруг вот какой-то человечек, вот тут он чуть не заплакал, Танин, когда рассказал это в первый раз. И, и, Танин говорит, входит этот человечек с чемоданчиком, он его не знает, говорит, вы ко мне? Да, я парикмахер, меня послал ваш отец. Замечательно. А Танин со своими детьми был так же суров, как его отец. Нет, он от отца это не взял, ему это не нравилось. Нет, то есть не то, что не нравилось. Он понимал, да, разделял. Это же было другое поколение. Ну, да. Другая форма нежности. Хотя он не любил говорить прямую, что любит кого-то, или вот какие-то нежные слова. Но он вам сказал, что он вас любит? Почти, почти. То есть за все это время он ни разу не сказал вам никаких нежных слов? Он мне сказал однажды, этого мне хватило, что я единственная женщина, которую он любил в своей жизни. Потом мы поднялись еще выше на самую вершину горы. А как оказалось, за несколько лет до нас этот же путь проделал Далай-Лама, который побывал в этих местах по приглашению Танина. В память об этом событии здесь поставлен вот этот колокол и буддистские молитвенные барабаны. И теперь все, кто приходит сюда, загадывают свое желание и ударяют в колокол. Как здорово, что не знали языка, можно говорить по-тибетски. Ну что, Лора, ударите в колокол. Чтоб фильм удался. Но вы уже стали итальянкой или нет? Танина мне повторила вторую жизнь и вторую страну, в которой я прожила больше лет, чем Россию. Это не важно, сколько лет ты прожила, потому что родилась я все равно в России и остаюсь русской. А куда вы этого делитесь? Как вы видите, сохраняю свой язык и пишу на нем язык и характер у вас русский, даже советский скорее. Это ведь только со смерти от нас уйдет, наверное. Это как проказа. Это да. Под шубой. Смешно. Так, ну. Ну так что? Ну так вот, для меня это стало родным тоже. Ты меня об этом спрашиваешь, конечно. Родным, это ведь воздух, это цвет, это звук. Да. Это вот все это, все что рядом. Когда я жила в Риме первые годы, я не прожила в детстве ни этих пейзажей. Мне казалось все другим. И запах бензина, и вкус сигареты, это все было... Я все равно себя чувствовала. Дерно. Я все равно... Чао. Ой. И вот ты до чекетто, Лео, а? Слушайте... Тут ты до чекетто. Ну не ломайте съемку. Ну что же вы выпрыгиваете из нее прямо как... А я переключаюсь как бабочка. Нет, ну переключаться нельзя. Вы знаете, как меня назвал Болочка Ахмадулина? Мы с ней дружили всю жизнь. Цветная бабочка. Не очень лесное название. А мне так нравится. Да? Нет, ну вот Рим. Это же совершенно другой город. Можно я скажу? Это же не Москва совсем. Да, конечно. Вот прямо откровенно. Да. Толя, Рим для меня это самый, самый святой, самое любимое место в мире. Почему? Я прожила в Риме наши звездные годы Станина. И я попала к тем людям, которые держали на своих плечах Риме. Мне надо было уметь сделать вид, что я оттуда. Ну вы представляете, что это такое? Нет, 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 нет. Это вы сейчас неправда говорите. Рах. Мне было очень тяжело. Вы не делали вид, нет. Я вживалась, конечно. Нет, вы были испуганы, я думаю. Очень, очень. И зажато. А они вас нет? Из-за тонина принимали? Конечно. А если бы не было тонина, то что? Я не знаю как. Но был тонин, и поэтому они меня принимали как свою. Я не забыл никогда этот жест Джульетты Мазины. Какой? Потрясающий. Когда на первом обеде, я шестой день в Риме, шестой день, да. Танин говорит, нас пригласил в Фелине обедать. И вы что? У меня дрожат коленки. Значит, он говорит, так, надень эту юбку, она тебе хорошо, и пожалуйста, не скрывает Федерико, что я тебе нравлюсь. Какой молодец. Класс. Вот так. Вот такие вот вещи. Да, и вот мы пошли в ресторан к Чезарине. Это была крестьянка. Ресторан был очень модный, он был очень простой, но потому что она очень хорошо готовила. Ее Феллини позвал из Романии, сказав, ты здесь станешь богатой со своей кухней. И она открыла свой ресторан, Чезарина. Она кормила так, она женщин не видела. Давала сначала Федерико. Это был ее бог, царь, любовь и все что угодно. Ну вот. И в конце обеда Джульетта Мазина мне заворачивает сладкое в этот, в салфетку, вот делает улезок. Знаете, как у нас в деревне? Улезки. И говорит, на, бери, ешь дома. Ой, какая глазастая. Ты ничего не ела. Она заметила, что я не могла проглотить ничего, ничего не ела. И она мне собрала сладкое. То есть они вас разглядывали? Нет. Это я их слушала, разглядывала. А то Нина, было важно, чтобы они все оценили его выбор. Что он не ошибся. Я думаю, что у итальянцев это не обсуждается. Вот так? Мужчина выбрал, значит, все? Да. А можно, чтобы вы вот сейчас сказали, ну вот, извините, незаучным текстом, да, непривычным. Вот он на вас посмотрел, и это был такой взгляд, что вы... Он по-разному меня смотрел, Тунина. По-разному. Но я помню все его взгляды. А потом мы пошли в дом Тунины и Лоры, вокруг которого кружили все это время, а внутрь пока не заходили. Здесь великий выдумщик прожил последние 23 года своей жизни, когда переехал из Рима сюда, в Пенобилле. Дом оказался на удивление совсем небогатым. Тут не было роскоши, который вполне мог бы себе позволить один из самых дорогих и именитых сценаристов Европы 20 века. Зато здесь практически не было вещей без истории. Ковры от Параджанова, комод из дома матери Танина, а вот это та самая кровать, на которой играли свои роли Софи Лоры на морчилом настроении в фильме «Брак по-итальянски». Потом после съемок эта кровать досталась Танина, ее подарили ему, и он спал на ней почти до конца своих дней. Мы сидели в кресле, в котором работал Танина, в своем больше похожем на маленький балкончик кабинете, любовались видом и облаками. А потом наступило время обеда, и Лора угостила нашу съемочную группу теми самыми тальетели, потрясающей пастой, приготовленной по рецепту Танина. Мы обедали вот за этим столом. Здесь, кстати, есть стул Танина, на который никто никогда не садится, а перед ним тарелка, в которой лежит для Танина еда. За обедом разговор вдруг зашел про Анну Маньяни. Так что Анна Маньяни про морщины говорила? Когда ей сказали, что, мол, надо что-то такое подтянуть, там, убрать, ей сказали, она сказала, я столько лет наживала их, а вы теперь предлагайте мне их убрать. Это и ваши слова? Нет, это не мои слова. А вы не хотели быть для Танины моложе, разве? А я была моложе. Я же почти на 20 лет была моложе. Я с Танино всегда была молода. Лора, а вот как все начиналось вот в первые дни? Вы сразу подружились с Антониони? Или нет? Нет, сначала нет. Но потом на шестой день, на шестой день Антониони сел за руль, Танина рядом как штурман, Энрика и я сзади, и они меня повезли по Италии. И вот здесь-то я уже с ними подружилась. Антониони вел машину 180 километров в час. Вы представляете, где у нас было разрешено 60? Я сидела сзади, и из меня непроизвольно выходили ультразвуки. Я просто пищала, я так делала. А это что, ваша реакция его забавляла? Он ради нее так мчался? Он всегда так ездил. А они себя что, не берегли? Да? Они не понимали, кто они такие? Понимали, не знаю. Но они жили, они жили и радовались. Они играли, спорили, они играли до посинения. Они нам специально проигрывали карты, потому что Антониони не любил проигрывать. Как они смотрели футбол, как они смотрели Формулу Оуна, с какими криками, с какими безумствами, вы даже себе не представляете. А Энрика, жена Антониони, она хорошая? А Энрика не только хорошая, Энрика удивительная. Удивительная. Энрика духовное существо, необыкновенно одаренное. Она много младше, гораздо больше младше Антониони на 45 лет. Солидно. Она подарила ему 20 лет последних жизни, но полной жизни. Как она его ухаживала, Антониони. А как? Она вводила его руку, чтобы он учился писать. она встала сзади, когда он не ходил, и вот так передвигала его ноги. Это служение? Да. Это похоже на ваше отношение к Аннино? Вы одинаковы? Она талантливее. Меня. В чем талантливее? В служении. Потом она итальянка, она здесь выросла. Понимаете? Она куда хочет. Дед, вы что делаете? Сколько внимания требуют эти ваши животные, да? Ужасно. Не хватает вам забот о людях. Мне не хватает детей, мой друг. Что на это можно ответить? Ничего. Мы встретились слишком поздно с Аннино, поэтому. А вы не думали усыновить? Здесь совсем маленького и сделать его своим. Может, получилось бы. это уже другое служение. Это правда. Вот. Вы все время говорите Антониони Тонино, Тонино, Антониони. Можно скажу, почему? Да. С Феллини они встречались вместе, вдвоем и работали вдвоем. И это не была общая жизнь в Риме. А с Антониони мы встретились каждый день. на ужинах, на выставках, на премьерах, в путешествиях мы были вместе. Мы жили вместе все. Одним кланом. А почему так не получалось с Феллини? А, потому что с Феллини, как бы вам сказать, вот они встречались с глазу на глаз, как два брата. они родились в один и тот же год, двадцатый год. И родились в десяти километрах друг от друга. Один в Риме, а другой в Сан-Тарканжело. Они мне рассказывали, что у Феллини прозвище было в детстве, в юности. Он был такой худой, что он никогда не раздевался на пляже, и прозвище у него было Ганди. Мы прозвали Ганди. Это был скелет просто, который потом стал вот таким вот мужчиной полным достаточно. Ну, а с Мазиной-то вы дружили? Нет. Почему? Мы с ней не дружили. Мы с ней встречались, мы с ней перекликались, мы очень симпатизировали, но не дружили, нет. Я дружила с Энрикой. Она вам была не близка, не интересна Мазина? Тогда почему не получилось? Я думаю, я была ей не интересна, но она мне была еще как интересна. Я восхищалась бесконечно. А Джульетта она была закрытой, она была внутри? Она была внутри, она была неоткрытой. Вы видели очень ухоженную, с прекрасной прической, маленькую, ходенькую женщину и жила своей жизнью. Она была с Феллини. Она была с Феллини. Прекрасные слова. Может быть, других других и не нужно искать, если любишь по-настоящему. В 93-м году, прошло века, Феллини не стала. Через пять месяцев ушла из жизни его любимая Джульетта Мазина. И в саду, что расположен выше дома Тонино Гуэры, прямо на скале начали появляться вот эти каменные цветы. Он придумал их специально для имен друзей, которых терял одного за другим. Андрей Тарковский, Микеланджело Антониони, Франческо Рози, Тео Ангелопулус, Сергей Параджанов, Федерико Феллини, Джульетта Мазина. лет через десять после того, как Федерико ушел, его племянница взяла у Танино интервью, спросив его, что бы ты сказал Федерико, что бы ты сказал, ну что ты меня мешаешь. Она сейчас улетит. Что бы ты сказал Федерико, если бы он вернулся. Танино потом одну секунду сказал, зачем ты умер? Вот что он его спросил бы. Танино написал для Феллини Омаркорта, Джинджеры Фред, и корабль плывет. А они на съемочной площадке много вместе работали? Танино никогда не присутствовал на съемках. Почему? Написал сценарий и все? Он говорил так. Режиссер это сценарист, которому присудили первый сценарист мира, а перед этим в Страсбурге первый сценарист Европы, говорил автор фильма, режиссер. А Танино он разрешил переделывать свои сценарии или нет? Были споры страшные при написании. Вы даже не представляете, есть такой эпизод с Антониони, когда они снимали Забризский Пойнт, они так ссорились по поводу сценария, что они не соглашались. Один наставил, и они колотяли руками в шкаф. Шкаф развалился. Может потому, что они не хотели бить друг друга? Наверное. Но они колотили в шкаф. Оба. Один не поддавался другому ни за что. То Нина, он говорил так, прежде всего, когда пишется сценарий, это взаимное уважение. Мы на равных. Никто ни Танино Глэра, никто ни Феллини, никто. Мы пишем сценарий. И если один скажет нет, другой не будет делать то, что сказал. Абсолютное, полное, полное. Но он же не ходил на съемочную площадку. Режиссер же потом мог сделать все, что угодно. Когда менялся, это я была свидетелем, одно слово в диалоге звонили срочно Танино. А, он разрешал. То есть хозяин слова был Танино. Абсолютно. Когда уже Микеланджело снимал за облаками, там все на выву написаны Танино. Первый раз и в последней жизни Танино с первого кадра до последнего был рядом с Антонино. Почему? Потому что Антонино уже не говорил. Он говорил, но не мог объяснить до конца. Эпизод такой. Первый кадр. Здесь монитор, он сидит за. Сцена такова. Идет Малкович, там Софья Морсо. Тот идет, смотрит, она отправит, ножка так открыто, красиво. Он думает, думает и заходит. Вот, понимаете, это их встреча первая. Мотор, Танино, но. Все начинают говорить, вот безмолвия Антонионе всем дало или дало, я не знаю, право высказываться. Микеланджело, я должен был поднять, говорит оператор, камеру, но. Подбегает другая, говорит, может быть, Микеланджело, вот это надо ближе, но. Малкович, я должен быть жестче или нежнее, но. Софья Морсо, мне поднять юбочку повыше, но. Уже начинает злиться. Стоит Энрика, его жена, и Микеланджело, и Тонино. Тонино, как Микеланджело, ты хочешь, чтобы эта лодка встала между ними. Эй, щи! Он хотел, чтобы между ними, как образ, встала эта голубая лодка. Вот вам этот режиссер. А потом к нам прилетели бабочки-бражники. Их еще называют калибри средней полосы. Если бы это снимал Антонионе, все бы сказали, что это режиссерское решение. Лора сказала Тонино, а мы подумали, что, наверное, это просто счастливый случай. Лора, а почему рассказы Марчелло вы оставили напоследок? Потому что, когда умер Марчелло, Тонино очень горевал. Это был один из лучших его друзей. Марчелло был очень умный и очень добрый. Очень жаловался, что ему каждый, что ему нужно зарабатывать каждый месяц не меньше четырехсот тысяч долларов. Почему? Потому что он должен их раздать немедленно своим бывшим возлюбленным и женам и всем. Как же они хорошо устроились. Я больше не могу, говорил он. Потому что Фейт Денвей, Денвей, как хотите, он подарил целый этаж в Нью-Йоркском небоскребе. Катрин Денёв, я уж не знаю, что он стал, но он никогда не развелся со своей первой женой. Никогда. И когда ему надо было убежать, для него всегда была комната в доме у жены в Риме. Потрясающе. И никто не знал, где он из его бывших жены. И когда его хотел снять в главной роли Тео Ангелополос, а он был уже очень болен, Тео ему говорил, мы тебя ждем. Ну, ты, по-моему, поправляешься, по-моему, все хорошо уже. Марчелло. Марчелло смотрел, смотрел на них, сказал, баста, дорога, хватит, ребята. И сказал фразу, которую Танин потом передавал студентам. Жизнь мне дала много, ну, и я дал много жизни. Лавита мя дату танто. Манкию удату танто лавита. Кстати, эти слова Марчелло Мастроэни сказал вот в этом ресторане. Он приезжал сюда в Сан-Тарканджело специально из Рима, чтобы поесть лучшие, как он считал, в Италии тельетели. А для Танино Сан-Тарканджело город, где он пришел в этот мир 16 марта 1920 года, где покинул его 21 марта 2012, прожив 93 года на этом свете. Вот в этом очень маленьком домике жили после свадьбы родители Танино. Мама стирала белье для местной принцессы, отец чинил обувь. Когда родился Танино, они стали уже довольно состоятельными горожанами. И собственностью семьи стал вот этот дом на центральной площади сан-Тарканджело. Этот дом принадлежал брату Танино, Дино, у которого была птицеферма. А сестра Танино работала в кафе, это было ее кафе. То есть этот весь дом принадлежал им на площади. И когда Танино еще был в Риме, это было еще до меня, Дина, жена, позвонила Танино и сказала, Дина прогорел, потому что он заключал контракты по сжатиям руки. И он продал уже первый этаж, второй, то есть кафе и первый этаж. Танино, что делать? Танино тут же прилетел и выкупил два этажа. И для себя, и для Дино. Поэтому второй, первый этаж был наш, а второй нет. А что Танино был таким богатым человеком, что он мог купить свободно два этажа вот в таком доме? 10 домов, и он был самый высокооплачиваемый сценарист в Европе. Теперь понятно, почему вы вышли за него замуж. Конечно. Но я этого не знала. Ну, конечно. Я это узнала уже потом, когда я сюда приехала. Говорить можно все, что угодно сейчас. А когда вы появились вот в этом городе, в этом доме? Сразу? Мы с ним жили в Риме. Сюда не привозили? Он меня никогда не привозил в Сан-Тарканжело. Только через год он решился показать свою русскую жену. Он боялся, что не понравитесь или что? Здесь жила его прежняя семья, в которой было двое детей. Это серьезно. Да. Это говорит о нем очень хорошо. Танин Танин оставил своей семье первой замечательную усадьбу, где 10 гектар земли. Вот наш дом в Пенобиле это просто сарайчик маленький. 75% своего имущества он оставил прежней семье. Но это все в прошлом. Все-таки вот как вас здесь встретили, когда он вас привез сюда впервые? Ой, это очень забавно. здесь собрались все коммунисты с Антарканджело. Потому что я же русская, женатая. Но это еще не все. Но это еще не все. Они сидели, ждали моего появления. Я подхожу и вдруг они все встают и начинают хором петь интернационал. А я вспоминаю, как Юлий, мой крелин, и Натан Эдельман, замечательный его друг, пели, знаете, как интернационал. Ой-ой-ой. 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 Ой-ой. И так далее. Так вот они и так пели, они действительно пели интернационал. Вы понимаете? И это было так трогательно. Так изумительно трогательно, что даже Тонина не мог придумать такого сценария. Вот такие истории с нами были. Вот сейчас мы наконец открыли балкон и наконец добились того, что опять на этом балконе цветы. А нас туда не пустят? И меня туда не пускают. А я отдала эту сыну безвозмездно. Ну поймет когда-нибудь что-то страшно. Ну когда-нибудь, да. А Тонина ведь умер в этом доме. Вы здесь поэтому не живете? Я бы не могла здесь жить больше. Поэтому Тонина и покоится не на городском кладбище Сан-Тарканжело. Лора похоронила его вот в этой скале рядом с домом. В месте, который он выбрал сам для себя. тут вырублена ниша для урны с его прахом и сделана очень простая надпись Тонина. Я сидела на Крапово небольшой дождь вот там под миндалем. Я из-за меня просто выходила, выходили слова, я даже не знала что я произносила. У меня все время шло господи помилуй, господи помилуй, господи, чтобы как-то вот понимаете, вот такое вот. Мне пришлось пересыпать прах Тонину с одной вазы, которую мне дали. Вазу, которую он сделал своими руками, которая называется ваза для одного цветка только. И я пересыпала, пересыпала, пересыпала. Потом в один прекрасный момент что-то не пошло. Я сыплю, а что-то не пошло. я сделала так. Это был слиток золота небольшой. Это было кольцо, которое я ему надела на палец. И это был его последний подарок, который я здесь и ношу в этом мешочке, в коробочке. Я помнила его фразу, что я тебя люблю, а я тебя и теперь люблю. И сказала, я тоже, я тоже, я тоже. а он сказал, и потом тоже. Вот так. Мне это время дано, отпущено, для того, чтобы я додумывала Танина. Его было так много в повседневной жизни, чтобы мне не хватало времени на то, чтобы подумать о том, что он говорит, прочитать то, что он пишет, как следует, хоть я его и перевела, очень много книг, но теперь, я вот после ухода Танина, я твердо знаю, что смерти нет. то вы разве не боитесь смерти? Но только честно. Я думаю. Мне жалко умирать. Это правильно. Я задам вам вопрос странный, вы можете на него не отвечать. вы хотите потом быть рядом с ним, там вот, в скале? Конечно. Я уже знаю, где. Да? Ну, все мне... Ой, это я вам не рассказала. Жаня, когда вырубал эту нишу, он спустился ко мне и очень сказал, поскольку я уже работаю, Лор, давай я для тебя здесь тоже выйду. Потрясающе. Нет. Я сказала, что это скала Тунина. Я буду здесь, внизу. Знаете что, Лора, живите, пока живется. Пока живется. Я и не думаю. Я всегда заканчиваю свой рассказ. Это опыт. Опыт жизни. И сейчас я понимаю эту фразу, которую до меня говорили веками. Что любовь сильнее смерти. Вот сейчас я ее понимаю. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok